Как и в ходе предыдущих встреч, Ильяс Испанов рассказал собравшимся об успехах в прошлом году и задачах, стоящих перед городскими властями на год нынешний. Так, по словам градоначальника, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса за прошедший год составило 33,8 тысяч единиц. Темп роста достиг 5%. Объем товарооборота в 2017 году составил 528,9 миллиарда тенге. Индекс физического объема увеличился на 6,3% от уровня 2016 года. В отчетном году на территории города введено в эксплуатацию 10 объектов на 14,6 миллиарда тенге с созданием 577 рабочих мест. В текущем году запланирована реализация шести инвестиционных проектов на общую сумму 13,3 миллиарда тенге с созданием 397 рабочих мест. Соответственно, в прошлом году было отремонтировано и построено 28,9 километров автомобильных дорог именно внутри города. Данная работа будет продолжаться. Вы сами видите, что в этом году мы заявили 32 проекта, но фактически это только начало. И, соответственно, эту работу мы будем продолжать. Мы с 2016 года начали практиковать щебеночный ремонт тех дорог, которые на сегодняшний день не в состоянии сразу асфальтировать. Поэтому переходящие объекты щебеночные в этом году мы постараемся уже заасфальтировать. Жители города, как и сельчане, больше всего интересовались работой общественного транспорта. В частности, предлагалось разрешить спорные моменты власти и автопарка, так как из-за проблем, связанных с вечно ломающимися автобусами и жалобами перевозчиков на огромные затраты, страдают прежде всего пассажиры. Кроме того, на встрече был поднят вопрос передачи государственных детских садов посредством доверительного управления в частные руки. Родители малышей озабочены бесконтрольностью участников при уходе за детьми. А 40-й садик, 42-й, 8-й и 4-й, насколько я знаю, собираются отдавать доверительное управление в частные руки. Родители против таких изменений, так как опасаются, что в первую очередь повысится оплата, во вторую очередь сократится штат нынешних воспитателей и один воспитатель будет в течение дня работать с детьми. Сейчас будет два воспитателя. Затем, что касается безопасности, все равно у людей доверия в государственном саде побольше. С прошлого года строительство новых детских садов у нас приостановлено. Государственная программа и 97-й шаг послания народу, 100 конкретных шагов главы государства, предполагает ведение государственного частного партнерства. А доверительное управление – это один из форм государственного частного партнерства. Я вот в докладе озвучил, что мы на одного ребенка оплачиваем примерно 19 400 тенге. Родители оплачивают питание – 500 тенге за каждый день. Таким образом, Аким Города дал понять, что вопрос о том, стоит ли передавать дошкольные учреждения в частные руки или нет, закрыт. Сверху даны четкие указания. Следующая и завершающая отчетная встреча Акима Города Ильяса Испанова с Акдюбинцами пройдет 12 февраля во Властном драматическом театре. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Продолжение следует... Продолжение следует...